Здравствуйте! В эфире «Время жить»! Программа о том, как сохранить свое здоровье и укрепить иммунитет. Сегодня вы увидите. Эпилепсия. Насколько это серьезно? Первая помощь при припадке. Как добиться красивой улыбки, брекеты и ретейнеры? Растяжение связок. Что делать? Даже если вы не занимаетесь профессиональным спортом, получить травму, связанную с растяжением мышц или связок, к сожалению, довольно просто, особенно людям, которые любят активный отдых. Например, лечение растяжения связок может вам понадобиться, когда вы решили покататься на коньках с друзьями и неудачно упали или споткнулись, играя с детьми в волейбол на пляже. Растяжение связок – весьма распространенный вид травмы, которая возникает при резких движениях, превышающих допустимую амплитуду движения сустава или не совпадающих с его нормальным направлением. Подобные травмы нередко возникают в бытовых ситуациях, но особенно часто от растяжения мышц и связок различной степени тяжести страдают спортсмены. Самые травматичные в этом отношении виды спорта – это большой теннис, гимнастика, футбол, хоккей, бокс, борьба, а также некоторые виды легкой атлетики – прыжки, метание копья или диска и другие. Причина такой травматизации обычно банальна – это чрезмерная нагрузка того или иного сустава, это физическая активность у молодых людей в спортзале при тренировках, на стадионе, ну и, конечно, на дачных участках, когда особенно пожилые пациенты забираются на крыши сарайчиков, пытаются какие-то там ветки сучьи отпилить деревьев, не соблюдая элементарных правил техники безопасности. То есть если неудачная обувь, резиновые сапоги или же какие-нибудь там танкетки без фиксатора голеностопа, то это, конечно, приводит к тому, что нога срывается, человек падает, повреждает связки и потом идет к нам за помощью. Связочный аппарат имеет множество нервных волокон и кровеносных сосудов, поэтому сразу же после возникновения травмы появляются болезненные ощущения. Есть и другие симптомы растяжения связок. Людей больше пугает отек в области сустава или же уже всей нижней конечности, думают, что это уже там тромбы, поврежденные сосуды и так далее. Но причина, конечно, в травматизации именно связок. Поэтому при первом посещении пациента мы внимательно осматриваем локально зону повреждения. Всегда бывает боль, всегда бывает отек не только в области сустава, но и той части ноги, которая повреждена. Там сустав поврежден. И смотрим объем движений. И если все-таки у нас какие-то сомнения, то стараемся, как правило, снимок сустава рентгеновский сделать. Потому что бывают такие моменты, что человек наступает на ногу, но все-таки помимо связочного аппарата еще и может повреждаться костная ткань. Иногда бывает так, что сразу после травмы пострадавший не чувствует сильной боли и может совершать движение в поврежденном суставе. Такое положение обманчиво и способствует усилению растяжения связок. Спустя некоторое время в зоне повреждения начинает нарастать припухлость, треска усиливается болезненность и существенно нарушается функция сустава. Если на снимке все хорошо, то процентов 20-30, когда не спадает отек, длительно сохраняется болевой синдром, мы назначаем еще и УЗИ того или иного поврежденного сустава. Тогда нам уже проще распознать повреждения или мениска в области коленного сустава, или же какой-то связки. Своевременная и правильно оказанная первая помощь способна задержать развитие тяжелых последствий растяжения связок и облегчить дальнейшее лечение. Врачи рекомендуют принять такие меры. Необходимо уложить или удобно посадить пострадавшего, обеспечив неподвижность и покой травмированной ноге или руке. Первая помощь всегда заключается в наложении фиксирующей повязки, прием препаратов аналгетиков или нестероидных противовоспалительных препаратов, конечно, покой, ну и в какой-то мере препараты, которые снимают отек, и флеботоники препараты, которые также снимают отек с локальной зоны. При серьезных травмах может потребоваться операция по сшиванию разурованных связок. Ее обычно проводит хирург-ортопед. После того, как проведены все необходимые меры, когда боль исчезает и спадает отек, врачи нередко рекомендуют восстановительную лечебную физкультуру. Красивые зубы Красивые зубы – это показатель здоровья и цивилизованности. Неправильный прикус вызывает проблемы с жеванием пищи, желудочно-кишечным трактом, с дыханием, с парадонтом. Этими проблемами страдает 80% населения. А между тем, жизнь становится такой, что хорошие зубы и правильный прикус играют немаловажную роль в социальном становлении личности. Чем раньше люди начинают задумываться об этом, тем лучше. Исправить неровные зубы и неправильный прикус помогают врачи-ортодонты. Такая помощь начинается уже с момента внутриутробного периода развития ребенка, когда будущая мама приходит на осмотр к стоматологу и получает важные рекомендации. У мамочки будущей должен быть правильный режим, отсутствие вредных воздействий, такие как работа на вредном производстве с лаками, красками. Даже тесная одежда будущей мамы может повлиять на возникновение патологии зубочелесной системы. То есть все это нужно устранить. В этот период мы работаем совместно с врачами-педиатрами, с врачами-акушерами-гинекологами. То есть тут самая главная задача – объяснить будущей маме о вреде тех или иных воздействий на будущего ребеночка. Когда ребенок рождается, в роддоме его осматривает стоматолог. Следующий этап – с года до трех. У малыша начинает формироваться молочный прикус. Здесь необходимо устранить вредные привычки, такие как сосание пальцев, пустышки, подкладывание кулачка под щеку. Все это может сформировать неправильный прикус. Все эти негативные моменты выявить и искоренить их. То есть для этого уже одеваются пластиночки, в которых ребенок спит. И уже, соответственно, одев эту пластинку, не может сосать палец, сосать пустышку. То есть вредные привычки мы убираем. С трех до шести лет у детей могут развиваться патологии прикуса. Поэтому именно в этот период стоматологи начинают активное ортодонтическое лечение. Тут уже могут одеваться съемные пластиночки, которыми мы перемещаем зубки, исправляем прикус неправильный. Ну, тут великое множество вариантов лечения. То есть подбирается индивидуально каждому пациенту, когда он приходит на консультацию к врачу-ортодонту. Школьники. Также вот до 12 лет у нас прикус еще сменный, формирующийся. То есть тут могут быть аппаратики как функциональные. То есть когда мы устраняем неправильную функцию, исправляется форма зубных рядов. Могут быть аппаратики активные, механически действующие. То есть действующие на расширение, на перемещение зубов. После того, как произошла смена зубов, обычно это после 11-12 лет, врачи-ортодонты используют для лечения брекет-системы. В настоящее время они различаются по материалам. Есть металлические, керамические, сапфировые. Однако принцип этих брекет-систем один и тот же. По сути, они различаются только по внешнему виду. Некоторые пациенты переживают, что после их ношения зубы могут пострадать. Но так ли это? Зубки от брекетов не портятся, потому что сейчас современные клеющие системы, они содержат фтор, который в процессе лечения брекет-системы потихонечку выделяется в эмаль зубы. То есть под брекетом никаких изменений эмали не происходит. От чего могут портиться зубки? Это от плохой гигиены полости рта. Для людей с брекет-системами самый счастливый день в жизни наступает в моментах снятия, но праздник теряет свой блеск с необходимостью использовать ретейнеры после брекетов. Ортодонтический аппарат применяется для закрепления полученного результата после выравнивания зубов. Срок ношения ретейнеров зависит от типа аппарата и тяжести первоначальной аномалии прикуса. Чем серьезнее были челюстные нарушения, тем больше период их придется носить. При особо тяжелых нарушениях прикуса ретейнеры показано использовать на протяжении всей жизни. Но обычно все же период ношения такого аппарата длится около двух лет или чуть больше. Многие выдающиеся гениальные личности болели эпилепсией. Среди них был Альфред Нобель, шведский химик, инженер, изобретатель динамита, завещавший свое огромное состояние на учреждение Нобелевской премии. Не обошел ниду к стороной английскую писательницу Агату Кристи, которая относится к числу самых известных в мире авторов детективной прозы. Страдал эпилепсией великий голландский художник Винсент Ван Гог, картины которого выставляют в Лувре и по сей день. Природа появления этого заболевания до сих пор не установлена. Существует несколько предположений в медицине, но точных данных нет. Причина заболевания многообразная. По существу никто до сих пор не добрался до механизмов болезни и внутренней сути расстройства. С точки зрения, ну, немножко философского взгляда на эту проблему, эпилепсия – это не собственная болезнь, а эпилепсия – это то, что неожиданно происходит с совершенно обычным человеком. Хотя многие из людей, имеющих эпилепсию, не очень обычны, потому что они обладают особой большой энергетикой. Только вот ситуация и общество заставляет людей скрывать эти свои особенности и загоняет их в угол. Тогда, когда человека не загоняют в угол в результате демонстрации им эпилептических приступов, он способен реализовать огромные возможности. И Альфред Нобель, и Агата Кристи, и Иван Гог смогли себя реализовать, несмотря на эпилепсию. Их жизнедеятельность никто не ограничивал, и это очень важно. Совершенно напрасно ограничивает людей с эпилепсией в социальном, психологическом, эмоциональном и интеллектуальном плане. Это может привести к дефекту – социальному и личностному. Вот, собственно, сама болезнь заключается в том, что у человека возникает отреагированное душевное переживание из-за того, что окружающие люди неправильно относятся к эпилептическому приступу. Они считают эпилепсию необратимым и психическим расстройством. А с точки зрения медицины, эпилепсия – такое событие, которое нужно купировать над значением адекватного количества противоэпилептических средств. И когда удалось купировать приступы, и их нет, то человека надо социально адаптировать и активировать. И, собственно, адаптация и активация человека в социальном, интеллектуальном, эмоциональном плане – это главный способ лечения. Таблетки не лечат. Таблетки контролируют приступы. Лечит человека ситуацию, когда он сможет реализовать свои внутренние энергетические возможности. Эпилептический приступ может испугать человека, увидевшего его впервые. Важно понимать, что больной во время этого не испытывает никакой боли. Приступ продолжается всего лишь несколько минут. Что касается неотложной помощи, существует действительно заблуждение о том, что во время эпилептического приступа человек себя портит, прикусывая себе язык. И человек может задохнуться из-за того, что язык западает. Вот это миф. Человек не погибает от западения языка. Человек может себе прикусить язык, но если человек прикусывает себе язык во время приступа, то высвобождать язык не надо. Он его уже прикусил. А если вы начнете высвобождать язык, то вы поломаете ему зубы. Или он вам прикусит пальцы. Во время приступа необходимо сохранять спокойствие, не пытаться насильно сдерживать судорожные движения, не перемещать человека с того места, где случился этот приступ, если только оно не является опасным для жизни. Главная помощь при судорожном приступе эпилептическом – это положить нечто мягкое под голову пациента, чтобы он не ударился головой. То есть главный способ помочь человеку – это уберечь голову от дополнительной травмы. Больше ничего делать не нужно. А как это сделать? Поскольку ситуация неожиданная и острая, в неожиданной ситуации надо просто-напросто положить свод стопы под голову пациента, если он бьется о землю или о бордюр, о пол. Этого достаточно, чтобы оказать помощь пациенту. Или если возникла рвота, нужно повернуть голову пациента на щеку. В сторону. Судороги прекратятся сами по себе через несколько минут. После окончания приступа нужно дать человеку возможность спокойно прийти в себя и при необходимости выспаться. Нередко в завершении приступа может возникнуть спутанность сознания и слабость. И должно пройти некоторое время, обычно от 5 до 30 минут, после которого человек самостоятельно сможет встать. Если приступы продолжаются более 5 минут, у больного затруднено дыхание, или он получил травму, или это беременная женщина, то необходимо послать за медицинской помощью. Мы сегодня много говорили о здоровье и о том, как его беречь. Так вот, одна известная фраза гласит, главное для нашего здоровья – это то, чтобы в числе его врагов не оказались мы сами. На сегодня это все. Хорошего вам настроения и бодрости духа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова